Здравствуйте! В эфире телеканал ОТС «Вечерние новости» в студии Светлана Шевченко. Смотрите в этом выпуске. В сегодняшней ситуации необходимое решение найти сможем. Не только для того, чтобы пережить непростые времена, но и для того, чтобы помочь нашей стране, нашей Родине победить. Подготовка специалистов и технологии для суверенитета России. Какие решения с главой региона обсудили руководители крупнейших предприятий? Это здание проектировали еще в советские времена. Здесь планировали открыть новую школу. Но сначала деньги кончились в 90-х, потом финансирование разобновили и прекратили в начале нулевых. В итоге сейчас здесь стоит голый каркас. Большие стройки и масштабные реконструкции в самом западном районе области. Как меняется инфраструктура города Татарска и соседних деревень? Любой желающий может примерить на себя костюм пожарного. На мне сейчас боевая экипировка или, как они сами называют ее, боевка. Костюм огнеупорный, выдерживает до 300 градусов жары. На 26 этаж в полном обмундировании. Сколько времени нужно новосибирским спасателям для преодоления такой дистанции? Новосибирск Я считаю, что это просто попытка уйти от ответственности. Предлагаю действовать максимально жестко. Если нет оснований и возможности внести такие подрядные организации в список недобросовестных, тогда при последующих контрактах, которые они будут выигрывать и проводить работы, максимально жесткий и тщательный подход к контролю их качества работ на всех этапах. И все-таки борьба за качество работ на дорогах приносит свои плоды. Объем значимых дефектов, которые мешают движению, снижен в этом году до 58%. Раньше этот показатель был выше 60%. Среди новых подходов обучение муниципальных служащих к контролю. Но и это не все. Теперь еще 135 сотрудников подрядных организаций, инженерно-технического персонала, мастеров, прорабов, производителей работ, механиков в участках и диспетчеров. И еще будут обучены 94 сотрудника. Причиной пожара в Центральной клинической больнице Академгородка стало короткое замыкание. К такому выводу пришли специалисты по произошедшему накануне инциденту. Напомню, площадь пожара в ЦКБ составила почти 2000 квадратных метров. Горела крыша учреждения. В ликвидации пожара автоматически для этого объекта определен третий ранг тушения пожара. В связи с чем задействованы личный состав и техника по усиленному варианту. Всего задействовано 105 человек личного состава, 34 единицы техники. Из них от МЧС специальной техники 21 единица и 65 личного состава огнеборцев. Пожарные не допустили перехода огня в палаты больницы, благодаря чему не пострадали ни люди, ни медицинское оборудование. В правительстве области уже планируют совещание по теме ремонта учреждения и ввода его в работу. Как только произошла чрезвычайная ситуация, соответствующий медицинский персонал, дежурные службы центральной больницы получили ее от сигнализации пожарной, через 8 минут прибыли пожарные. Значит, медицинский персонал действовал очень четко в соответствии с планом эвакуации. 143 пациента, из них 7 реанимационных и 36 персоналов. Удалось очень быстро и оперативно всех эвакуировать. Технологические суверенитеты, подготовка новых кадров. Губернатор Андрей Травников сегодня встретился с руководителями промышленных предприятий региона. Какие проблемы сейчас в отрасли и есть ли в пути решения в материале моих коллег? Искры и дрязг металла. Сиблетмаш – одно из крупнейших промышленных предприятий региона. На заводе производят нефтегазовое оборудование, тюбинги для проходки тоннелей, метро и шахт, литейные станки. Процесс производства роботизирован. За радиатором, да, Георгий? Да, он сразу по форме делает. Отлипку достает и переносит ее на конвейерную ленту какую-то, складывает. За более чем полувековую историю завод изготовил тысячи разных литейных машин. Выстоял и в перестройку, и в ковид. Сейчас главная задача – добиться технологической независимости. В государственных программах развития промышленности предпринимательства области, на наш взгляд, должны быть заложены средства для субсидирования, создания отечественного оборудования, критически важных технологий, замещающих импортные. Мы с Министерством промышленности работаем над формированием реестра такого оборудования, узлов, комплектующих материалов. На встрече с губернатором региона промышленники и предприниматели обсуждают меры поддержки предприятий, помощь бойцам специальной военной операции и их семьям, а также перспективы импортозамещения. Я уверен, что и в сегодняшней ситуации необходимое решение найти сможем не только для того, чтобы пережить непростые времена, но и для того, чтобы помочь нашей стране, нашей родине победить, ну и найти выгоды из той ситуации, в которой мы находимся, потому что кроме победы на поле боя нам еще и экономическая победа нужна. Одна из проблем сегодняшнего дня – дефицит кадров. Промышленники считают, решить ее помогло бы создание производственно-информационного кластера для профориентации студентов колледжей. Екатерина Стывко, Александр Ведерников, Новости ОТС. Построят служебное жилье и квартиры для сирот, возведут новый спортивный объект и понизят уровень грунтовых вод. Развитие инфраструктуры Татарского района обсудил губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки. Что необходимо жителям на западе нашего региона и как в реализации этих проектов помогут областные власти, разбирался Сергей Толмачев. Город Татарск полукруглый в плане. Он имеет форму подковы. Мы на левой стороне, вон там правая, а в самом центре подковы – огромное болото. Между тем, в самом городе высокий уровень грунтовых вод. И вот чтобы их в это болото отвезти, нужна система эрегационных каналов. Но просто так их не прокопаешь. Необходима масштабная работа геодезистов и геологов. Каналы – это сообщающиеся сосуды, и вода выйдет из берегов там, где мелко. Поэтому сейчас главное – разработать грамотный проект. Областные власти помогут. Отвердил, что такие поручения я своим коллегам дам. Действительно, это вопросы, которые обсуждались еще в предыдущей поездке. Отведение вод поможет строителям. Сваи станут короче, фундамент будет проще зарыть бетоном. Все это означает снижение стоимости квадратного метра жилья, которое в Татарске так необходимо. Сейчас строят 11 новых домов, 96 квартир. И служебных, и для сирот. Таких объемов не было никогда. Вот большой стройки. Да, в этом году вообще. И в прошлом году, и на следующем году еще больше получается. Школа, дома, дороги. Жилье – стимул для того, чтобы человек остался в районе. Но не менее важна стабильная работа. Локомотивы экономики – сельхозпредприятие. Татарский маслокомбинат принимает сырье из многих хозяйств Новосибирской области и соседней Омской. Оборудование позволяет наращивать объемы. Многие получают дополнительный доход от подсобного хозяйства. Да, они в Татарске открыли новый убойный цех. Чтобы легче было сдать мясо. Планируют открыть и переработку. Нужно купить оборудование для переработки, да? Да. Ну, у нас есть программа торговала. И в Министерство промышленности, и 2С-проекты есть. Сегодня проблема аграриев – не только адская жара. Закупочные цены на зерно минимальные. Зерно стоит 8 тысяч рублей. Четвертый класс. Третий класс – 10 тысяч рублей. У нас все зерно лежит в складах. Мы ничего не сдавали еще практически. Какая цена вам нужна? Ну, не меньше 15 рублей. То же самое с молоком. Закупали по 40 рублей, теперь за 22. Есть подозрения на определенный сговор. Поэтому мы постараемся этим позаниматься. Выясним. Потому что снижение цен на молоко в вашей зоне, оно какое-то нетипичное. Не менее важно в сельской местности и развитие инфраструктуры. В райцентре – современный стадион и крытый каток. Но рядом с ними – долгострой. Это здание проектировали еще в советские времена. Здесь планировали открыть новую школу. Но сначала деньги кончились в 90-х. Потом финансирование разобновили и прекратили в начале нулевых. В итоге сейчас здесь стоит голый каркас. На его фундаменте местные власти планируют возвести бассейн. Необходима помощь области. В Татарске, конечно, бассейн требуется, поэтому это решение тоже принято. Это на месте того запрошенного корпуса? Или еще непонятно? Ну, это будут определять главы города и района, какой участок подойдет под строительство. Это полномочия как раз местных властей. В местном ДК завершают масштабную реконструкцию. Интерьер уже на самом современном уровне. Снаружи идет отделка. Здесь планируют даже создать собственный театр. Большой ремонт проведут и в соседнем селе – Дмитриевке. В обновлении нуждается и Дом культуры, и школа. Активная позиция района есть. Документы все готовы, поэтому здесь приятно работать с ними. Они отработают, да мы тоже. Если приятно работать, поддержите. Да, поддержите. Кап-ремонт как можно быстрее провести. По итогам визита в район губернатор дает сразу несколько поручений. Их исполнение будут контролировать. Татарск – город, откуда мало кто уезжает. И задача – сделать самый западный район области еще более привлекательным для жизни. Сергей Толмачев, Валерий Павлов, Яков Кузьменко. Новости ОТС. Отдыхать, заниматься спортом и гулять на свежем воздухе. Зеленая благоустроенная территория появится в Зайльцовском районе Новосибирска. Начинается реновация дендрологического парка. Подробнее, мои коллеги. Несколько лет в Нгуади преподаватели и студенты разрабатывали проект. И вот, наконец, пришло время начинать работу. Презентуют старт благоустройства дендрологического парка. Концепция предусматривает объединение дендропарка с зоопарком, Зайльцовским парком и Бором в единый зеленый кластер. Мы предполагаем восстанавливать дендрологическую коллекцию, которая сегодня деградирует, уменьшается количество семейств, видов. Мы предполагаем воссоздать историческую планировку дендрария. И, разумеется, разнообразие растений в этом случае возрастет. Новосибирский дендропарк – особо охраняемая природная территория. Площадь – больше 166 тысяч гектаров. В коллекции представлены сотни видов сибирских растений, а также кустарники из деревья из Японии, Средней Азии, Дальнего Востока, Западной Европы. Многие из которых внесены в Красную книгу. Поэтому важно работы проводить аккуратно с сохранением биоразнообразия. Первым делом во время благоустройства нужно провести полную инвентаризацию, а также вырубить заросли. Нужно убрать не сколько декоросов, сколько нежелательных видов, которые распространяются в обилии. Активные, более агрессивные, более тяжелые. Инвазивку, что нужно брать. Предполагается современное благоустройство – фонтаны, зоны отдыха. Дальше займутся обустройством пешеходных маршрутов и монтажом освещения. Согласно задумке, это будет самый большой парк в Сибири. Самое первое решение, как сказано было, у дендропарка должен быть хозяин. Когда мы запускаем такой большой проект многолетний, принципиальное решение я принимаю. Будет создано государственное учреждение, которое будет отвечать за сохранность и развитие в дендропарке. За всю эту территорию. Сейчас будут составлять конкретный план работы и просчитывать стоимость. Завершить благоустройство рассчитывают за несколько лет. Главная задача не просто сохранить зеленые наслаждения, которые остались от наших предшественников, но и приумножить их. Дмитрий Белькевич, Ксения Петренко, Евгений Агеев. Новости ОТС. Новости на телеканале ОТС. Далее в программе. Про животных нам рассказали, про растения разные, которые растут на болотах, мы тоже узнали. Попробовали рассортировать мусор и все вот это. Там аквагрим какой-то решил, но в общем классно, для детей особенно. Вонестись на высоту птичьего полета над пустыней Гоби в Монголии и увидеть знаменитую белую пещеру, в которой ученые фиксируют пребывание древних людей. Одно из самых зрелищных и обязательных мероприятий любого сабантуя – это традиционная татарская борьба на поясах. Самое главное – произвести правильный амплитудный бросок. Продолжая традиции мастеров шоколатье, мы опираемся на классическую рецептуру, но ни на миг не оставляем поиски нашего идеального рецепта. Мы любим шоколад и хотим поделиться этой любовью с вами. На мастер-классах мы открываем двери нашей семейной мануфактуры и делимся своими знаниями о тонких гранях вкуса. Вы можете купить наш шоколад на маркетплейсах или на нашем сайте. Ждем вас в гости по адресу Коммунистическая, 35, корпус 4. Вертикальный вызов, подвой, сирены, дым. Спасатели со всего региона прибыли в жилой комплекс «Ясный берег». Сотрудники МЧС стали участниками соревнований на скорость. Взбирались на 26 этаж в полной экипировке. Наша съемочная группа наблюдала. На спасение жизни лишь несколько минут. По легенде, в многоэтажке произошло серьезное возгорание. Огнем охвачены пролеты с пятого по седьмой этаж. Сотрудники МЧС разматывают пожарный рукав и взбираются по лестнице. Условного пострадавшего спускают на тросе. После показательной спасательной операции пожарные региона принимают вертикальный вызов. Задача на скорость подняться на 26 этаж. Первый на старте Игорь Агарко. В прошлом году мужчина пробежал дистанцию быстрее всех. Две минуты 23 секунды я сбегал первый раз. Для меня на самом деле это было неожиданностью. Как бы, видать, побеждает сильнейший. Если улучшу хотя бы на секунду, это уже будет победа. Преодолеть необходимо больше пяти сотен ступеней в 30-ти градусную жару и в полной амуниции. Обязательное условие – маска на лице, которая помогает дышать в случае задымления. Самоочувствие как? Этажа до 14-го. Нормально, шел уверенно. Прям думаю, да это же легко. После 14-го этажа как будто тумблер включился. И ноги латные, там уже тяжело было. Пришел, ну как бы пришел на 26-й этаж в адеквате, в полном состоянии. Мне помощь не понадобилась. В Новосибирске не один десяток высотных зданий. Пожар может возникнуть на любом этаже. Так что хорошая физическая подготовка и выносливость крайне важны для спасателей. Мы в пятый раз в этом месте проводим эти соревнования. Каждый год эти рекорды бьются и бьются и бьются. Я даже не боюсь представить, что будет через пять, через семь лет. Наверное, будут за две секунды забегать. Ну, действительно, люди готовятся, переживают. Жители комплекса «Ясный берег» могли не только наблюдать за происходящим, но и принять участие. Любой желающий может примерить на себя костюм пожарного. На мне сейчас боевая экипировка или, как они сами называют ее, боевка. Костюм огнеупорный, выдерживает до 300 градусов жары. Ну и, конечно, обязательный элемент – это вот такой баллон с сжатым воздухом. Он, кстати говоря, тяжелый достаточно. Общий вес такой экипировки – 27 килограммов. А на парковке дома – выставка современной спецтехники и оборудования. Круто! Вертикальный вызов в Новосибирске собрал несколько десятков огнеборцев из разных уголков нашего региона. Победу в этом году снова одержал Игорь Агарко. Дистанцию преодолел за 2 минуты 20 секунд. Екатерина Стывко, Константин Менин, Новости ОТС. Узнать, как сортировать мусор, как сохранить редких животных или сколько этапов очистки проходит вода, прежде чем попасть в дом. В Новосибирском зоопарке состоялся региональный экологический фестиваль «Экомир». Самые активные участники получили подарки. Подробности далее. Прогуляться по Новосибирскому зоопарку и узнать много нового о природе, которая тебя окружает, можно на фестивале «Экомир». Ежегодно мероприятие собирает тысячи горожан и гостей города, что говорит об интересе к этой тематике, как взрослых, так и детей. Про животных нам рассказали, про растения разные, которые растут на болото, мы тоже узнали. Попробовали рассортировать мусор и все вот это. Там аквагрим какой-то решили. Ну, в общем, классно, для детей особенно. Программа фестиваля предусматривала не только увлекательные рассказы для детей, но и мастер-классы, викторины, квесты, игры и многое другое, чтобы в доступной форме рассказать, как сохранить природу и рационально использовать ресурсы. Ребенок участвовал у нас в экологической акции «Снимаю шляпу». Тоже сделали из, скажем так, вторсырья, который мы ежедневно выкидываем, а тут вот пригодилось, получается. Почаще, я думаю, тоже такие фестивали надо проводить. И то, что сейчас стало актуально, вот именно экологию нашу беречь, скажем так. Соответственно, мы даже в садике, в школе собираем батарейки, крышечки. То, что, казалось бы, можно выкинуть, но для переработки это очень важно. К слову, сдать на переработку вторсырье, а также батарейки и пластик можно было прямо во время фестиваля. Мероприятие прошло в честь Всемирного дня охраны окружающей среды и было организовано региональным министерством природы, которое отметило вклад ведущих компаний региона в обеспечение экологической безопасности и реализации нацпроекта «Экология». Задачу, которую мы делаем параллельно со всем, это сохраняем санитарию, экологию. Мы самое главное природоохранное предприятие. Действительно, работа ни одного руководителя, работа огромного коллектива на каждом переделе выполнять качество своей работы. Коллектив был удостоен благодарности губернатора Андрея Травникова за свой труд. И такие высокие оценки в копилке Горводоканала не единственные и не последние. Ведь предприятие намерено не только держать на нынешнем уровне достижения в сфере водоподготовки и очистки, а также обеспечивать горожан качественной водой. Сейчас собираются модернизировать очистные сооружения. Прогресс не стоит на месте и был создан справочник наилучших доступных технологий. Соответственно, технологии идут вперед, нормативы ужесточаются. Для того, чтобы соответствовать нормативам текущего времени, соответственно, стоки тоже же у нас меняются. Стоки 40 лет назад, так стоки сейчас. Насколько промышленность ушла вперед. Какие этапы очистки проходит вода, прежде чем попасть в квартиры, горожанам продемонстрировали на экологической тропе. Этот стенд вызвал особый интерес. В общей сложности в экофестивале приняли участие больше 10 тысяч человек. Ксения Петренко, Евгений Агеев, Новости ОТС. 56 лет на службе Родины. Курсанты и выпускники Новосибирского высшего военно-командного училища отмечают годовщину со дня основания уникального учебного заведения. Дмитрий Антипов побывал на празднике. На плацу военного училища выступление курсантов единственного в стране факультета военной разведки. Следом навыки демонстрируют иностранцы со спецфака. Курсанты из Конга, Вьетнама и других стран. Со зрительских трибун за выступлениями наблюдают выпускники прошлых лет. Эмоция одна, что это одни из лучших годов жизни. Мы торопились выпуститься офицерами с нами. А потом, как только в Новосибирь приезжаю, хоть местные, но не каждый год получалось, обязательно посещал училище. Сейчас мы собираемся. Если видели на построении наш батальон, традиционно самая большая коробка. Мы дружим, преподавателей помним очень хорошо. Аллея героев, некоторых я лично знал. Обязательная часть годовщины училища – возложение цветов к мемориалу, павшим при выполнении боевых задач выпускникам НВВКУ. Среди них герои Советского Союза и Российской Федерации. Спектр выпускников говорит о том, кого и как здесь учат. И военачальники, и научные деятели, государственные служащие, ученые, творческие люди. Это говорит о том, что подход здесь такой, что можно развиться и по военной линии, и по гражданской. На самом деле больше 25 тысяч людей мы уже выпустили. Конечно, гордимся больше всего нашими героями Отечества – 44 человека на сегодняшний день. За 56 лет из НВВКУ выпустились более 25 тысяч военных специалистов. Сейчас преподавательский состав училища готовится к приемной кампании. Офицеры говорят, много заявок подают действующие военные, прошедшие СВО. Традиционно самый большой конкурс на факультет военной разведки. Дмитрий Антипов, Евгений Павлов, Новости ОТС. Как жил древний человек и как выглядят останки животных? Виртуальное путешествие в глубины истории подготовили новосибирские археологи. Проект «Тропой тысячелетий» расскажет о самых интересных и захватывающих памятниках каменного века Центральной и Северной Азии. В первую экскурсию онлайн отправился Александр Шерудила. Вознестись на высоту птичьего полета над пустыней Гоби в Монголии и увидеть знаменитую белую пещеру, в которой ученые фиксируют пребывание древних людей возрастом от 500 до 20 тысяч лет назад. Это разные поколения, разные эпохи, разные орудия труда. Вся виртуальная экскурсия сопровождается видео-вставками, на которых ученые рассказывают о своих методах работы и о том, что именно находят в пещере. Пещера Цаган-Агуй была впервые обнаружена 50 лет назад. Ученым-первопроходцам в 80-е и 90-е удалось собрать массу материала, который иллюстрировал развитие людей, приходивших на эту стоянку. Решение возобновить исследование было принято в 2021 году. Ученые рассчитывают получить новые данные, применив весь спектр современных методов. Мы изучаем адаптацию древнего человека к условиям окружающей среды. То есть прежде всего значительный блок работ посвящен как раз реконструкции климатических и природных условий в пустыне Коби на протяжении позднего плейстоцена. То есть это порядка от 200 до 10 тысяч лет назад. Пока неизвестно, какой именно вид древнего человека использовал пещеру. Ученые надеются узнать это благодаря анализу ДНК из образцов грунта. Кроме того, высокая сохранность отложений в пещере может прояснить направление и время миграции человека. Сейчас в результате нового цикла исследований пещеры мы надеемся получить новые даты, которые потенциально способны глубоко удревнить время распространения человека в самое, что называется, недра Азии. Свою работу международная группа ученых из России, Монголии и США продолжит еще в течение двух лет. Это исследование стало первым участником онлайн-проекта «Тропой тысячелетий». На очереди такие памятники древнего мира, как грот Тешикташ в Узбекистане, пещеры Денисова и Окладникова на Алтае и другие. Все виртуальные туры публикуются на сайте 3darcheology.ru. Александр Шерудила, Евгений Павлов, Новости ОТС. Сотни новосибирцев, несмотря на жаркую погоду, собрались в парке «Березовая роща», чтобы отметить традиционный татарский праздник Сабантуй. Торжества продлятся несколько дней. Андрей Буаев присоединился к гостям. Одно из самых зрелищных и обязательных мероприятий любого Сабантуя – это традиционная татарская борьба на поясах. Самое главное – произвести правильный амплитудный бросок, техническое действие, и тогда уже будет определен победитель. Борется по олимпийской системе. Первому в турнирной таблице достается главный приз – живой баран. Свои состязания у детей. Веселые традиционные эстафеты с многовековой историей. Значение татарского Сабантуя – окончание весеннеполевых работ. Его еще называют праздник плуга. Это праздник того, что заканчиваются посевные работы, и люди начинают отмечать это событие. Родственники, соседи, друзья – все собираются вместе. Песни, пляски, дети играют в традиционные игры. Мы всем желаем здоровья и добра, чтобы на нашей земле был всегда мир. На сибирской земле столетиями формировались добрососедские межнациональные отношения между выходцами из разных уголков мира. Вот и в этот раз жители нашего региона с удовольствием отмечают и праздник Святой Троицы, и сибирский Сабантуй, который всегда собирает много людей. Мы рассматриваем Сабантуй – это не только праздник, который объединяет разные народы на территории Новосибирской области, но и крупляет наши связи, в первую очередь, с республикой Татарстан, с республикой Башкатарстан. Огромное спасибо, друзья, за вот эту традицию, что на главные сибирские Сабантуй каждый год приезжают представители разных муниципалитетов, районов республики, городских районов. В этом году принято решение отмечать Сабантуй две недели в разных районах области. Андрей Баев, Андрей Руднев, Новость ОТС. Все о важных событиях региона на телеканале ОТС. Мы работаем для вас. До встречи в эфире. Прогноз на 6 июня. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Новосибирске будет ясно. Ветер южный 2,7 м в секунду. Влажность 36%. Температура ночью плюс 25-27. Днем жарко до плюс 35. В последующие двое суток будет малооблачно. В среду плюс 34-36. А в четверг до 35 градусов тепла. С вами была Ольга Савельева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин